Слово к молитве в дни пандемии Франц Тиссен В эти дни мы много говорим о благодарности, и это очень актуально. Писание говорит нам, 2 Тимофею 3 глава, о том, что в последние дни наступят времена тяжкие, люди будут неблагодарны, неблагодарный дух буквально врывается в семьи. Предлагаю сегодня обратить внимание на благодарность в семье. Это только часть атмосферы, в которой может жить семья. Итак, благодарность. Вы живете в какой семье? Атмосфера, в которой вы живете, создана членами вашей семьи. И ответственность за это несет, в первую очередь, глава семьи, муж. Слышь, благодарны ли мы Господу за семью, за детей? Если да, то как мы это выражаем? Когда в последний раз мы говорили об этом в молитве Богу? Слышат ли это наши дети? Или они слышат от нас, что они нам надоели? И может, это даже открыто? При всех это очень серьезно. Что такое благодарность семье? Прежде всего, это выражение признательности. Это реакция или ответ на проявленную к нам заботу, внимание и любовь. Что вызывает благодарность? Это что-то положительное, сделанное для нас. Очень важно это увидеть. Псалмопевец, 91-й Псалом, 5-й, 7-й стих говорит. «Я восхищаюсь делами рук твоих, как велики дела твои, Господи!» Это реакция. Он благодарит Бога. Один брат рассказывал как-то. «Прихожу домой, жена радостно встречает, вижу на лице какое-то вопросительное ожидание». И вдруг жена спрашивает, ну как тебе понравилось? Смотрю, ничего не вижу. А что? Она говорит, ну шторы, шторы. Целый день она что-то шила, мастерила, старалась успеть приходу мужа, а он даже не заметил. Как важно увидеть то, что для нас сделано. Это вызывает дух благодарения. Написано «Будем внимательны друг к другу». Послание к евреям, 10-я глава, 24-й стих. Почему люди не благодарят? Мы уже сказали, не видят. Что еще? Не верят в искренность. Не любят, не ценят. Как важно верить в любовь. Трудно благодарить, если в это не верят. Что еще важно? Это прощение. Мы читаем, чтобы мы прощали друг друга. Послание Колоссянам 3,13. «Как Христос простил, так и вы. Что-то мне не сделали, что-то мне не понравилось, что-то не так, как я хотел бы». И начинаются обиды. Где взять силы на благодарность, если они уже растрачены на обиды, на разборхи, на выяснение отношений? Как выразить благодарность? Конечно, прежде всего, в самой молитве к Богу. А как по отношению к членам семьи? Словами? Может быть, похвалить ребенка? Сказать теплые слова признательности? За любую помощь. Пусть слышат это гости, когда они в нашем доме. Нам стало легче. У нас есть помощник. Сказать спасибо за обед. За чистую поглаженную рубашку. За уют в доме. За помощь по дому. За слова утешения. Ободрение. Я часто бываю в гостях. Помню, в одной семье мы пообедали, и в конце муж не поблагодарил жену. Я спросил его позже наедине. Почему? Он мне ответил. Так она обязана готовить. Я добытчик. Но это неправильно. О чем мы охотнее всего говорим своей семье? Возможно, о недостатках или грехах других людей? В разговоре больше чего? Жалоб, возмущений, негативного или положительного? Говорим ли мы о положительном? Замечаем ли мы добро, заботу, внимание, любовь? Благодарность можно выразить даже взглядом. Благодарность – это сложное слово. Благодарить. Можно сказать так – это посев. Благодарить. Что посеем, то пожнем. Братья и сестры, будем благодарить, замечать, любить, прощать. Не забудем об этом. Трудно молиться, если в сердце нет благодарности. Мы подходим ко времени молитвы. Как можно молиться, если нету благодарности или благодарность лицемерная? Начать надо с покаяния. Попросить прощения за это. И учиться благодарности. Об этом сегодня помолимся. Время молитвы – 21.00. Время молитвы – 21.00. Продолжение следует...